Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель по предмету правил дорожного движения Кореева Библия Каримовна. Сегодня мы с вами проводим первая тема «Обшие положения. Основные понятия и термины, применяемые в правилах дорожного движения и общие обязанности водителей». На дорогах Республики Узбекистан установлен правосторонний порядок движения транспортных средств. Настоящие правила дорожного движения определяют единый порядок движения на территории Республики Узбекистан. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать закон Республики Узбекистан об безопасности дорожного движения. Участники дорожного движения не должны создавать опасность для других участников движения. Лицо, создавшее помеху движения, обязано принять всевозможные меры для скорейшего его устранения. А если это невозможно, то всеми доступными средствами информировать участников дорожного движения об опасности и сообщить в милицию. Так, теперь у нас есть некоторые основные термины. Например, главная дорога, населённый пункт, велосипед, перекресток, участники дорожного движения, водитель, пешеход, пассажир, тротуар. Например, пешеходный переход, дорожно-транспортные прошествия и ещё другие. И мы с вами сейчас посмотрим из них некоторые. Например, главная дорога. Главная дорога, что такое? Главная дорога это дорога с твёрдым покрытием. Например, асфальтобетонные, цемидобетонные. По отношению к грунтовой дороге или дороге, обозначенными знаками 2-1, 2-3-1 и 2-3-3 и 5-1. Здесь 5-1 это автомагистрал. Мы ещё с вами проводим, когда у нас будет тема дорожных знаков. И тогда подробно ещё вам объясняю. 2-1 это основная дорога, главная дорога называется. По отношению к пересекаемой или примыкаемой. Либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающей территории. Наличие покрытия на второстепенной дороге непосредственно в первых перекрестках не делает её равной по значению с пересекаемой. Так, следующий. Населённый пункт. Населённый пункт это территория выезда. И выезда, с которой обозначены знаками 5-22 и 5-25. Эти знаки относятся в пятой группе подорожных знаков информационно-указательные знаки. Это мы с вами проводим на следующем занятии. Маршрутные транспортные средства есть. Это транспортные средства общего ползывания. Например, троллейбус, автобус, трамвай, маршрутные такси. Ну, у нас троллейбус, трамвай, конечно, был раньше, но в правилах это есть. Ну, в настоящее время, конечно, не убрали троллейбус, предназначенный для перевозки пассажиров. Так, следующий у нас велосипед. Это транспортные средства, имеющие два колёса или поле, и правоприводимые в движении человеческих силах. Так, следующий у нас дорога. Что такое дорога вообще-то? Дорога – это обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств, полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя автомобильные дороги, улицы, тротуары, городов, посёлков и кишлаков. А также дороги для городского электротранспорта. Так, следующий у нас – уступить дорогу. Уступить дорогу – требования, означающие, что участник дорожного движения не должен продолжать или начинать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников дорожного движения, имеющих по отношению к нему приоритет – изменить направление движения или скорость. Следующий – пассажир, лица, находящийся в транспортном средстве, кроме водителя. Следующий у нас – дорожно-транспортные происшествия. Это такое происшествие, событие, которое возникло в процессе движения по дороге транспортного средства, при котором наступила смерть или причинен вред здоровью граждан, повреждены транспортные средства, сооружения, грузии, либо причинен в иной материальный ущерб. Следующий у нас – регулировщик. Регулировщик – это у нас сотрудник милиции, военной автоинспекции, работник дорожно-эксплуатационной службы, дежурный на железнодорожном переезде, паромной переправе, общественный автоинспектор и внешнештатный сотрудник милиции, имеющий соответствующие удостоверения и экипировки. Здесь – форменная одежда или отличительный знак на рукавную повязку, железл, диск с красным цветом возвращителем или без него – красный фонар или флажок. И он должен на определенном месте регулировать дорожное движение. Это называется регулировщик. Следующий – железнодорожный переезд. Это пересечение дороги со железнодорожными путями на одном уровне. Транспортные средства. Транспортные средства – устройства предназначены для перевозки людей, грузов или выполнения специальных работ. Следующий – владелец транспортного средства. Владелец транспортного средства – это юридическое и физическое лицо, владеющие транспортным средством на праве собственности или других вешних правах. Следующий – остановка. Остановка – это прекращение движения транспортного средства на время до 10 минут. Стоянка – преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 10 минут по причинам, не связанной с посадкой и высадкой пассажиров, либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства. Следующий – темное время суток. Это промышлиток времени от конца вечерних сумерок до начала утренних сумерок. Проезжий час. Час дороги предназначен для движения безрельцевых транспортных средств. Следующий – обгон. Перекресток – это опережение движения впереди транспортного средства, связанное с выездом из занимаемой полосы. Так. Перекресток. Это место пересечения, примыкания или развлетения дорог на одном уровне. Перекресток. Где движение регулируется сигналами светофора или регулировщика. Считается это регулируемым перекрестком. При жёлтом мигающем сигнале светофора, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика, перекресток считается нерегулируемым. Нерегулируем. Так. Водитель. Это лицо, управляющее каком-либо транспортным средством на дорогах. Так. Вот такие у нас есть основные термины в предметах правил дорожного движения. Спасибо за внимание. Если вопросы будут, посмотрим на следующих занятиях или в телеграмах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.